очень много людей и так сожалению что такое геоподогены зоны не знает практически никто за все мои годы переписки я узнал что только два человека ну не профессионально но владеют рамками но с тысячу писем два человека владеют рамками можно считать что у нас все в порядке с этим а всегда понимаете когда бывает так вот но если уж ты пытаешься что-то понять но не видишь что делается под землей если там трещины длиной породе не идет ли оттуда они считают что геоподогены зоны это выделяется через трещины смертельный газ смертельные для растений для людей а другие считают что излучение я считаю что излучение вот эта тема полностью не раскрыта и вот ко мне в субботу у нас начинаются съемки уже даже даже для федерального канала я боюсь сглазить вот тогда как сказать могут быть съемки для федерального канала чтобы не сглазить вот я там на глазах у всех ну то есть телекамера или как он называется в общем я под запись но все сделаю рамки покажу геоподогены зону вот одна из них видите где коля вот крут вот тут же рядом процветающие деревья вкуснее не бывает вот и тут же это мертвая зона вот и я тут покажу только для того чтобы еще рассказать еще когда туда придут наши люди вы понимаете такое школьный школьная дебильная биология ничего не узнают дети потом они вырастают а потом им предлагает они покупают семена на семечку посадил через три года через три месяца перед ним взрослая плодоносящие дерево еще через три месяца это не важно зима лето сайта вторая ну естественно получается зимой на подоконнике вот косточка и опять плодоносящие деревьев десятки килограмм и фотографии есть вот вот это вот уровень образования нашей россии а как я теперь докажу им если они вот а люди покупают почему потому что у них не то что один процент знает что это зная биологии может сделать и содержать свое здоровье в порядке здесь прямая связь биология и медицина и здоровье человека это только не буду при я уже столько примеров приводил да вот это все вместе взятое тогда получается здоровый человек ну как если чек и не включая высших руководителей страны не бельмеса не понимают в том что кого они учат из детей сто процентов не учат и как они теперь возьмут перестроить программу чтобы куда подвожу чтобы хотя бы в вузах в академиях университетах и институтах проходили эту тему то есть наличие гепатогенных зон немножко теории вот хотите я вам это то что правда сам придумал ну ладно все равно заслужит внимание значит потом практика нахождения этих самых и ни одного сада чтобы не было особенно промышленного не было заложено без предварительной вот этой прокачки без предварительной картографии гепатогенных зон ну как вот сейчас говорить когда чек за три месяца покупать знает что ему сказали а он поверил у нее не то что ноль биологии а минус какой то через три месяца он будет есть вклады и целая фирма этим занимается несколько лет значит берут они же за рекламу платят они же станут просто отдавать вот вам еще пример а так пожалуйста значит приедет чего вся группа я взмолюсь скажу важнее я знаю что такие вещи не допускается на большой экран но я вам замолюсь я скажу хотите это самый уважаемый ведущий а он еще хочет приехать своим начальником то есть еще крупнее это лицо на колени встану это вопрос не унижусь только бы давайте я расскажу и как сделать эти рамки и какими пользоваться вот ну невозможно так дальше жить то ведь надо же как раз ставить находить их на шоссе ставить плакаты не предупреждающие нет а такие плакаты чтобы или это место бы шоссе объехала бы или хотя бы 10 до 40 до 120 этих самых километров снижали скорость сколько можно людей это убивать вот видите какую тему я собрался а на юный как этот смеетесь то есть вы мне верите я знаю но наверняка вас скептическая лук и сейчас покажут по центральному телевидению это какая-то тайна витает над этим всем я вам рассказывал про до секретной карте помните